Достаточно тебе, Аллаха, Оума, Ислама, оскверняют твой Коран и насилуют твоих женщин и сажают в тюрьму твоих мужчин. И нет у тебя ни Умара, ни Салахуддина и Халида, который бы сражался с римлянами и разгромил бы крестоносцев. О Господь! Я плакал за них кровью, и мое сердце болит, как будто оно разбито. Я сплю с ранами заключенных в моем сердце. Я сплю, как пленник. Мне плохо, когда я вижу героев в мерзких наручниках. Заключенные! О Господь! Без вины! О Господь! Я плакал за них кровью, и мое сердце болит, как будто оно разбито. Я сплю с ранами заключенных в моем сердце. Я сплю, как пленник. О мусульмане, пусть радость от праздника и собрания с семьей и братьями не заставит вас забыть дело дуа за тех, кто находится в плену, в тюрьме, которые вкушают лишь лишения и не видят никого, кроме тюремщиков. И совершите мольбу за ваших братьев и сестер, которых связали вражеские оковы в их тюрьмах. Помолитесь за них, чтобы они нашли сил для терпения. «Сказал Ибн Таймия, заключенный тот, чье сердце заперто по отношению к своему Господу, а пленник тот, кого пленили его страсти. Когда ввели Ибн Таймию в крепость для заключения в тюрьму, и он оказался внутри ее стен, он посмотрел на них и прочитал аят. Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучения. Воистину, мир этот является тюрьмой для верующего, по той причине, что верующий связан в мире этом различными обязанностями, и он не совершает что-либо, кроме того, что позволяет ему шариат из числа деяний или оставлений. И вместе с этим, его могут постигать в мире этом различные испытания в виде трудностей, тревоги, болезни, боли, соперников, врагов, семьи, детей. Одним словом, все как сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Самое сильное испытание впадает на долю пророков, затем приближенных к Аллаху, а затем подобных им. И человек подвергается испытаниям в соответствии со своей религиозностью. Так какая же тюрьма может быть хуже этой? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok